Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем обучающем канале и в этом видео я покажу вам как сделать две косы объемные с каникалоном на самой себе. Прежде чем приступить к плетению, я гофрирую все волосы. Прогофрированные волосы становятся объемнее и легче поддаются плетению. Я использую неглубокое гофре для того, чтобы не было рисунка вафли. И таким образом я гофрирую все волосы. После того, как я прогофрировала все волосы, я делаю прямой пробор, так как косички у нас будет две. Половину волос убираю зажимом для того, чтобы она пока не мешала. Далее я отделяю небольшую часть волос диагональным пробором. И с помощью маленькой силиконовой резинки завязываю эту часть в хвост. Затем берем каникалон и хорошенько его прочесываем. Делим его на две равные части. И надеваем резинку на центр получившейся прядки. И за эту резинку мы крепим каникалон к хвосту. И начинаем плести косу из трех прядей с подхватом наоборот. К сожалению, каникалон это искусственный материал и он очень сильно путается при плетении. Продолжение следует... Фиксируем косу резинкой и вытягиваем прядки для большего объема. Фиксируем косу лаком и приглаживаем пушки. Все то же самое повторяем и с другой стороны. Отделяем небольшую часть волос диагональным пробором, делаем хвост. Надеваем резинку на центр нашей пряди. И с помощью этой резинки крепим каникалон к хвосту. На этой части я покажу, как делать плетение более детально. Я делю каникалон на три части и начинаю плести косу. Для этого левую часть подкладываю под центральную, затем правую подкладываю под центральную. И с этого момента начинаю делать подхваты. Соединяю подхват с прядью и кладу под центральную. Затем с другой стороны правую прядь под центральную вместе с подхватом. И таким образом мы проплетаем все волосы. Доплетаю косу и фиксирую ее резинкой. Фиксирую плетение лаком. И наша прическа готова! Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И я жду вас в своем инстаграм. До встречи в новых видео! Пока-пока!